Доброе утро, друзья! Это юношеская футбольная лига, это Москва, это прямой эфир арены Чертанова. Мы приглашаем вас на футбол, да не просто на футбол, мы приглашаем вас на заключительный тур этого сезона, который сегодня по традиции пройдет в один день, в одно время состоятся все абсолютно матчи в UFL 3, 2 и 1. Ну и как положено, мы начинаем с самых младших, с мужчин. Ну и Акрон очень быстро мяч теряет. Да, очень много суеты, очень много ошибок. Вот есть возможность для удара. Хорошая попытка и браво! Осипов потащил мяч, пущенный под перекладину. Классная попытка, по-моему, это Рыжков двинулся. Гостей. Вот, пожалуйста, еще один угловой для Чертанова с правого фланга подачи. Получается сегодня хороший момент и можно было открывать счет. Спасает свою команду Григорьев. Ну вот сложно это оценить однозначно, но еще можно развернуться. И это Лапшин. Эффектно. Ох, как здорово! Ничего себе, насринцовали красавцы сейчас, какая атака! Ребров подает с правой. Да, Акрон проигрывает борьбу в центре обороны. Это уже тенденция. Ну и смотрите, что творится. Еще один удар и мяч в воротах! На девятнадцатой минуте Чертанова открывает счет. В сегодняшней встрече у гостей очевидные сложности на стандартах. Пока сложно оценить, насколько удачно или неудачно сыграл Григорьев в этом эпизоде. Но поздравляю. Еще раз напомню, Чертановцы со Спартаком сражаются за четвертую строчку в турнирной таблице. О, а что, свистка нет? Можно играть, но почему бы не забить? Тогда! Ух ты! Ничего себе! Вот это я понимаю, Девитос. Абсолютно никто не играл с Лапшиным. Мне показалось, что остановились просто игроки Акрона, думая, что будет свисток судьи. Сейчас мы в повторе будем разбираться с этим моментом. Ну, Лапшин, конечно, завалил мяч по полной программе. Такие вытащить... Ребров с правой подает. Хорошая подача! Ух ты! Ничего себе! Ха-ха-ха! Ну, близко, да. Да не укусишь. Бум! Ай-яй-яй! Абсолютно пустой створ был перед капитаном. Присоединяйтесь к нашим трансляциям на телеканале Наш Спорт 5, входящей в систему каналов Триколор ТВ. Чертанова против Академии Коноплева сегодня. Дело все в том, что Лапшин оказался без присмотра в штрафной в результате контакта. В тот самый момент, когда мяч до него доходил. Но судья игру не остановил. Удар хороший. Ох, какая красота! Два... Второй мяч для Лапшина. Он оказывается не только с правой, но и левой. Может, такие красавцы укладывают. Вот это Галешник. 3-0. Обалденный мяч. Лапшин сегодня просто царит. Смотрите, передача ему удобная. Правой принимает, подрабатывает под левую. И просто... Евдочева он... Просто снес. Вот ничего себе, что творят. И добивание блокировано. Борисов придирался сквозь лес из защитников. И удар-то поворотом все-таки нанес. Смотрите. Вот он уходя на... Падает на ровном месте. Буквально поехала нога у Платонова. Следовательно, освобождается зона для сумасшедшего рывка. И надо забивать. 4-0. Да, слушайте. Ну, Лапшин сегодня просто... Зверь. А не человек. Голевая передача. Пропахал почти все поле Лапшин. И выкатил мяч под удар Орешкову, по-моему, да? Ну, конечно, сыграло здесь роль большое падение Ильи Платонова. Было очень далеко. Но, тем не менее, освободился огроменный коридор. И в прошлом столетии, помните, эпизод с участием Рыжкова, как он здорово пробил слева из предела штрафной. И великолепно сыграл Осипов, выручив свою команду. Все, с тех пор, по сути, ни одного опаснейшего момента. Агрон не создал, зато пятый мяч они пропускают. Роскошное попадание на 73-й минуте. Еще становится 5-0. Это Валентин Атаян. Стелящийся плотненький удар в самый дальний угол. И бедолага Григорьев перед вами. 5 сегодня получил ни за что, ни про что. Вот эта атака, все в касании. Отличный был пас. Я его отмечаю от Орешкова. У него тоже плюсик сегодня. И прямо в следующем сезоне, каким он будет, естественно, никто не знает. Звучит финальный свисток. Ну и Чертанова мы поздравляем с четвертым местом в UFL3. Это абсолютно точно. Еще раз вам, друзья, напомню, буквально короткой строкой расклады и борьбу за места в турнирной таблице. Чертанова и Спартак перед сегодняшней встречей имели по 46 очков.